Дамы и господа, мы потеряли половину участников и половину блесток на моем пиджаке, но битва за чемпионский пояс продолжается. Это первый полуфинал. Дай веща! Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы обсуждаем лещи, о которых невозможно молчать. Скажи, пожалуйста, Эльдар, я правильно? Да, да. Эльдар, можешь, пожалуйста, описать свои чувства по поводу того, как ты скучаешь по своему отцу, по поводу того, что в итоге его обвинили, хотя не факт, что он, конечно, участвовал в этом изнасиловании, но, я понимаю, тебе грустно, третий год без него. Какие чувства? Что ты ощущаешь? Боль? Боль я ощущал во втором сезоне, да, и леща, когда я не смог ни разу рассмешить поперечного и вручил ему только одного леща. Я ждал этого достаточно долго, чтобы сегодня прийти и, наконец-таки, попробовать опиздюлить его. Скажите, пожалуйста, Данил, на что рассчитываете сегодня? Скандал или примирение, встреча с родственником, может быть, погибшим родственником? Идеальное стечение обстоятельств для меня? Я ни разу не смеюсь и в сухую выиграю у Эльдара, потому что мне очень болит ебасос. Итак, сейчас мы увидим прекрасный батл. Это будет Данил, это будет Эльдар. Увидим, что происходит, увидим, кто победит. И, возможно, в следующей серии все-таки спросим у женщины, что она чувствует, когда только что на ее глазах сгорело шестеро ее детей. Спасибо! Сегодня мы станем свидетелями повторения легендарного противостояния из второго сезона «Дай-Леща». Первым к столу приглашается жаждущий реванша Эльдар Джарахов. Во втором сезоне Эльдар ни разу не сумел его рассмешить. Получится ли в этот раз выдавить смех из Данилы Поперечного? Ребята, впервые со второго сезона вы встречаетесь за одним столом, но лишь один из вас пройдет в финал, где, возможно, получат этот пояс чемпионский. Пока посмотрите на него, поцелуйте. А я объясню правила. Будет 10 раундов по 5 для каждого участника. В ходе минуты они должны рассмешить оппонента. Рассмешил — даешь ему леща. Сам засмеялся или не рассмешил — получаешь леща. В начале раунда участники должны прочитать одну шутку. Мы их специально нашли в самых грязных и несмешных уголках интернета и заказали у российских стендаперов. Новшество полуфиналов — это карты суперударов. Специально подготовленные перформансы, сценки, миниатюры, конкурсы. Карту суперудара они могут использовать в любой момент игры вместо одного из своих раундов. А кто уходит первым, мы решим с помощью игры «Камень, ножницы, бумага». «Камень, ножницы, бумага, раз-два-три, раз-два-три». Начинает Эльдар Джарахов! «Камень, ножницы, бумага, раз-два-три, 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 раз-два-три». Я хочу сделать «до» и «после». Блять, ты сдёрнул в момент, когда оно сработало, то такой ебал смазанный будет. Не пьющий бухгалтер — это трезв Валтер. Кстати, фотка проявилась. Ебать, Эльдар. Смотри. Вроде похоже. Я сейчас сам нахуй просто... Когда вы это фоткали? Сегодня. Где он это делал? В коридоре там. Это он в коридоре, правда? Да! Вау! Эльдар мечтал об этом со второго сезона. Наконец-то он рассмешил Поперечного. В первом же раунде. Дай ему леща. Бля! Это мощное начало. Ход Данилы Поперечного. Ну чё, Эльдар. Давай по классике. Давай. У меня камень в почках. Может, дунем? Так, ладно. Слушай, да, кукурабах. Давай тогда вот так сделаем. Только не пенис. Щас, секундочку. Щас. Луч солнца золотого тьмы. Брав! Я всегда смеюсь, когда член падает. Это всегда смешно. А Яна нет. За 15 секунд Поперечного три раза упал член. Но в итоге Джарахов засмеялся. Но все рады. Да. Но почему-то бьют Джарахов за это. Ну как хочешь. Игра. О-о-о-о-о! Игра. Перепа. Признаюсь,ar не ожидал, что ребята так сильно будут друг друга бить в этом сезоне. И мне прям даже интересно, как им удалось этого достичь. В нашей лаборатории мы выводим формулу идеального леща. Мы используем опыт профессионалов лещедения и лещедования. И просчитываем всё вплоть до мельчайших деталей. Ради идеального леща мы готовы на всё. В нашей команде работают мечтатели. Они мечтают о чём-то большем, чем просто лещ. И когда кажется, что мы зашли в тупик, мы находим мужество идти до конца. Идеальный лещ уже близко. Мы практически чувствуем его на наших лицах. И когда мы его получим, щёки людей изменятся навсегда. Почему у поперечного ровное лицо? Почему, Эльдар? Это ж пиздёж. Почему у поперечного ровное лицо? Инсульт. А, ну типа та часть, которая, блядь, выше съехала. Это инсульт, привиться лицом, но наоборот. Да, половина ебала опускается, и поэтому, вип, ты чё, не понял? Типа я такой, блядь, я только тогда выгляжу красиво, когда при смерти. Не, Эл, ты можешь чё угодно делать, всё равно ты по ебальнику получишь в конце. А можно мне член при хуере сюда вот тоже типа так поделать? Я не знаю, кто-то, кто-то украл, кто-то украл члена. Вот так, блядь, ты тиши. Это разве был не смех сейчас? Нет. Ну ты видишь радость на этом лице. Я вот на этом вижу. Ну ладно, хотя бы. Оно, оно, у меня не падает. Посмотрите, блядь. Я хочу получить лися вместе с этим хуем на лбу. Сука, я только добивку придуло к этой хуйне, и ты так разъебался. Очистни. Да, снимай очки. Охуй оставь. Подожди-ка, я пытаюсь траекторию угадать, чтобы он мне не пролетел. Помню-мо-мо-мо-мо. Только чтобы он не слетел после Рейси вкусная. Наоборот. Ооо. 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 Прости. Ооо. Оооо. 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 Даня, 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 Даня. Оооо. Оооо. Так, ну ладно. Да ты заебал, блядь. Ты заебал, Ильдар. Ооо. Оооо. 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 Знаешь, что я делаю, когда у меня не получается выдавить из себя материал? Оооо. Оооо. Ну вабанг пошел, хуй знает. Ооо, у тебя тоже заготовка? Ооооо. Оооооо. Другой стороной, Эльдар. Ну в другой стороной обычный попоги. Оооо. Держи давай. Вдруг на тебя это сработает? Ладно, на меня это сильнее сработает. Оооо. 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 Мне кажется, после этого вообще смеяться не над чем жалеете. У меня, у меня нахуй аж пот течет рекой. Я реально очень нервничаю. Ну давай. Охуенно. Ай, блядь. Белые линзы, эта идея пришла в голову Элджая, когда он случайно кончил себе в глаз. Сайнара бой. 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 Я хочу тебя, а еще хочу сишку. Юра, блядь. За что, Юра? Твои друзья идиоты. Светодиоты? Светодиоты? Ой, блядь. Ти се там разъебываешь. Ой, блядь. Киска. Вдыхай меня через... Кас-кас. Кас. Блядь. Са. Ооооо ооо. Ебач кварь. охрана пожалуйста не будет стоить здесь хорошо хули этот алкаш опять ориен ах ты чё во второй класс не смог вставить давай меня пизди теперь только уху не бей ай блять да что ж такое жарахов нахуй на стероиды я думал фидук первый выйдет чё мне надо тогда тоже ты все время тут будешь стоять пошел нахуй отсюда так можно делать чё за хуйня ну я же разъел блять вы чё охуели я застолбил я не виноват ты бы позвонил я бы тебе помог наконец-то элджей за решеткой а да поехали моя девушка бывает очень громкой во время секса я этого не понимаю она же значит и никто не поможет заказал на алиэкспрессе тещин язык блять чувак мы не в том возрасте чтобы шутить про тещину это охуенно кстати дай посмотри хорошо давай так алё бабушка оставь его там оставь пусть он напоминает ты чё трещишь да это офигенно алё бабушка в общем бабушка мне старый подсказал про нет я просто типа новых импровизации а а Слушай, ко мне подошел чувак из толпы и говорит, используя это против поперечного. И там фотография Ильи собрала. Главное, что ему не разъебаться. Однажды Музыченко обосрался не в штаны, на нем были шорты. Было дело. Короче, ко мне подошли из зала и говорят, разъеби Даню вот этим. Ты наебала на его, посмотри. Блядь. А это тоже секс-игрушка? Да ну нахуй. Охуенно, надо было пойти послушать хотя бы как оно звучит, чтобы не разъебываться. Ахахахахаха, ахахахахаха, ебать. Блядь. Ну что, автогол, чувак. Я вообще с радостью. Давай. Охаха. Ох. Хоох. Такой писк в ушах. Кто такой? Ход. Данил Опоперечного Оуу, обязательно шутку надо прочесть. 7 разных мужиков пытались трахнуть Ильича, он никому не смог отказать. Так, это формальность, мы с ней разобрались. Бля, чувак, как так? Никому вообще? Ни одному? А рядом стоял Музыченко в шортах и обосрался? Пиздец, а у него инсульт, ты слышал? Что говорит итальянец, когда ему приносят не ту игрушку в секс-шопе? ЧТО ВЫ ТАКОЕ НЕСЁТЕ, ГОСПОДИ, МАМА МИЯ, ПАРМЕЗАНУ! ЭЛЬДАР, СКОЛЬКО РАЗ ТЕБЕ ПОВТОРЯТЬ! Бля, ты в секс-шоп ходил? Да не, это моя домашняя. Ну давай, давай вот в эту. Уп! Уп! Ляк! Аааа! Уп! Ляк! Время воспользоваться суперударом. Так, это первый в истории дальнища суперудар. Специально для Данилы Поперечного. ДАНИЛА ПОПЕЧАНИЛА ПОПЕЧАЛЕ Продолжай. Ааааааа Спасибо большое. я надеюсь что после этого супер удара последует супер лещ специально для данилы поперечного оно того стоило это не хочется каждый раз так не хочется тоже чувак моя очередь супер удара данилы поперечного юра ты где ладно блять не сработало пусть спасибо большое просто член не смешной мне грустно стало то что у тебя меньше конечно можно закрыть ты поставил голову чувака ты хотел меня насмешить или возбудить ебать эльдар джарахов выдержал супер удар от даниил поперечного наносит леща весь креативный итальянцы закончился ай блять я понимаю что вы не так не так возбуждены от этого удара потому что раньше сильнее был это все еще блять охуенно больно я сам не ожидал такого напряженного противостояния в первом полуфинале четвертого сезона дали ща ничья 5-5 ходит эльдар джарахов победой кизару до сих пор не снял машину с буквой у смотри да я вообще не ебашу я вообще ничего не происходит ах ты сука ты думаешь это смешно я прошу прощения мне кажется что мы все так сказать забыли зачем мы здесь мы сегодня здесь для того чтобы выяснить является ли дальнобойщик инвалид из павловска отцом этих ребятишек и так у меня в конверте результаты днк-теста и прямо сейчас я оглашу их и так там внезапно лезть братан вероятность того что пётр павлович семга является вашим отцом ноль процентов ноль процентов друзья но у нас есть информация а все-таки кто ваш отец ильдар пожалуйста чтобы этот шок пережить снимите очки я так ильдар с вероятностью в сто процентов снимайте очки я вам я не шучу вам вам нужно это узнать глаза в глаза с вероятностью в сто процентов ваш отец потомственный династический лещеносец не вышло что происходит не вышло не вышло короче смотри какая хуйня серьезно подожди стой иди сюда иди сюда стой я же не до конца даже раскрыл глобату чувак я просто представил как ты сейчас сирот я даже не с этого разъебался первым финалистом четвертого синона данища становится ильдар джараха а короче давай сделаем перекрестные лещи я думаю что это клевый знак от человека который за знак примирения спасибо 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 ильдар а сейчас вещь который проложит дорогу ильдару финал четвертого сезона ну давай это было честно бля это было отличная игра еще раз эльдар джарахов а парни 目 а Александр непонятно конечно Обычно мне хлопают поебу. Итак, Данил, скажите, пожалуйста, как вам на вкус ваш проигрыш? На вкус как тесто. Но очень приятно, на самом деле. Я сделал все возможное от себя, получил удовольствие, подготовился в кой-то веке. По-моему, было весело. Я очень рад, что Эльдар идет дальше получать по роже, а не я. Потому что у меня жизненные силы уже на исходе. Посмотрите на это говно. Итак, Эльдар, на ваших глазах только что подкаток засосала вашу двоюродную мать. Что вы чувствуете? Лица не чувствую. Хорошо. Суперудар. Что случилось с суперударом? Хотелось бы спросить у вас, что послужило причиной для того, чтобы выбрать именно этот суперудар? Я не знаю. Я подумал, просто мужчины в платьях поют песню, которая Дане очень нравится. А что случилось с суперударом? Почему он на деле оказался такой хуетой? Просто это, как с большинством моего творчества происходит, он не понял глубину задумки. Это настоящее искусство было, блядь. Это было высокое интеллектуальное художественное действие, а не просто дедули поют песню накрашенную. Нет, у меня было искусство. Ревнивый муж отрубает своей жене кисти рук из-за измены. В следующем выпуске шоу Далища. Спасибо. Это был фантастический полуфинал. Мои аплодисменты. Если вы не хотите пропустить следующий выпуск, где сойдутся Илья Соболев и Максим Галополосов, то подписывайтесь на канал Клик-Лак и на каналы всех участников, они есть в описании. До встречи через неделю. Надай веща! Возможно ли, что вы пойдете по наклону и как бы пойдете в другие шоу, и могу ли я вас пригласить в проект Шуры-Муры? Ну, спасибо большое. Это кайфовая тема? Нет, это не кайфовая тема. Ладно. Ладно.